В первой половине XIX века в Англии появились люди, которых назвали луддитами. Это были люди, которые выступали против внедрения машин в производство. На тот момент мятежники и сам мятеж был подавлен правительством Англии, а промышленная революция продолжала идти своим ходом. И, к слову, сейчас уже идет четвертая промышленная революция, и нас совсем не удивляет, что машины внедрены в производство, и не только в производство, но и даже в наши уютные дома. И часть своей работы мы давно уже переложили на машины. И это крайне удобно для нас. Вот с такого предисловия, друзья, я решила начать это видео и поговорить с вами на очень важную тему, на очень больной вопрос. О чем говорит запрещенный в школе смартфон? Скажу честно, что на эту тему размышляла уже достаточно давно. В свой блокнот Evernote в течение, ну, наверное, нескольких месяцев я вписывала какие-то тезисы, какие-то ключевые слова, которые подчеркивала для себя из книг, которые читала, или из научных статей, или из конференций, которые слушала. Но не доходили руки до того, чтобы это все собрать воедино, оформить каким-то одним таким единым целым и представить в видеоформате. А, возможно, и в виде публикации чуть позже. Но триггером послужил, для того, чтобы я садрисала это видео, триггером послужило, конечно же, начало нового учебного года, а именно 1 сентября. Почему? Потому что 1 сентября пришла моя старшая дочь из школы, она пошла в седьмой класс и сказала, что в их школе поднимается вопрос о том, чтобы запретить использование смартфонов. На переменах, в учебной работе, только в учебной работе, только на переменах или и так, и сяк, эта уже школа будет сама комбинировать. Понятия не имею, какое решение они примут. Но сам факт, что этот вопрос поднимается, говорит о том, что школа сталкивается с проблемой, решить которую не может. Не может. Особенно, особенно меня удивляет тот факт, что этот вопрос поднимается в эстонских школах. Это касается не только той школы, в которую ходят мои дети, это касается и каких-то других эстонских школ. Понимаете, это в нашей цифровой и прицифровой Эстонии, где на законодательном уровне у каждого гражданина Эстонии прописано право на пользование Wi-Fi. У нас есть электронное правительство, у нас есть возможность голосовать электронно. У нас даже не резиденты Эстонии могут получить гражданство, электронное гражданство эстонское, и находясь за тысячи километров от нашей страны, открывать счета в эстонских банках, открывать свои фирмы, заниматься бизнесом и так далее. У нас в течение двух лет прошелся по эстонским школам проект «Цифровой переворот», целью которого было наконец-таки уже органично внедрить цифровые девайсы в учебный процесс. И вот, друзья, несмотря на это, у нас все равно поднимается вопрос о том, что надо бы смартфоны в школах запрещать. Вот для того, чтобы решить проблему, есть два подхода. Один предпринимательский, а другой такой, знаете, общечеловеческий, общестатистический, то, как делают 99,9% населения. Предприниматель, когда видит проблему, начинает накидывать для нее варианты решения, используя такие качества, как предприимчивость, инновационность, творческий подход и так далее. Задействуются эти качества для того, чтобы предложить несколько вариантов решений, затем эти решения внедрить и продолжать дальше добиваться своей цели. А есть подход, который называется «Позиция страуса». Голову в песок, и вроде как ты проблем-то не видишь, и тебя не касается. Поэтому решение запретить использовать смартфоны в школе – это не решение. Это убегание от проблем. Это убегание от действительности. Это, в принципе, мы говорим о том, что мы не знаем, что с этим делать. И заниматься, честно говоря, этим не хотим. Нам это неинтересно. Давайте сделаем так, что их не существует. Их не существует. Нет-нет-нет. Вот оградите наше пространство от этого. Но не существует этих смартфонов в нашей жизни. Мы их уберем и будем работать дальше. Вот так, как нам удобненько. Вот. Вот о чем это говорит. Поэтому, друзья, давайте-ка сегодня мы с вами разберем. В этом видео я накидала с себя раз, два, три. Да, три. Три таких больших пункта. Три важные мысли, которые транслирует школа, когда говорит о том, что у нас нельзя использовать смартфон. И под школой, друзья, я буду подразумевать не только педагогический коллектив. Ни в коем случае. Школа – это что значит? Я буду в общем говорить школа. А это означает, безусловно, учителя. Это означает администрация. И это означает родители. Родители. Это тоже важный, важный пункт. Потому что, как мне рассказала на курсах одна коллега, когда она, выступая на родительском собрании перед родителями первого класса, который она только что взяла, сказала, что она не будет использовать смартфоны в учебной работе ни в коем случае, родители зааплодировали от радости. Зааплодировали. Потому что родителям-то это вообще здорово и классно. Ребенок-то дома целый день сидит в девайсе. Конечно же, он же видео смотрит. Или он играет. Или он еще чем-то там занимается. Это же так удобно тебе самому. Но как-то ты понимаешь, что, наверное, наверное, это как-то странно, что он в девайсе-то все время сидит. Поэтому давайте школы не будут. Не будут школы задействовать ни в коем случае в учебной работе. И тогда мы достигнем классного компромисса. И школам удобно. Ничего менять не надо. И родителям тоже удобно. Ничего менять не надо. Вот как хорошо. Поэтому все счастливы. Все счастливы. Да. Итак, друзья. Первое. Первый пункт. О чем сообщает школа? Школа сообщает о том, что мы не поддерживаем развитие цифровых умений наших учащихся. Нет. Мы их не поддерживаем. Да, в школах есть компьютерные классы. Но, друзья, согласитесь. Согласитесь. Но не может учитель позволить себе хотя бы через урок ходить в компьютерный класс. Каждый учитель. Не может. Нет. Нет такой возможности у учителя. Потому что компьютерные классы все время заняты либо другими учителями, либо уроками информатики. Вот. Остается только один выход. Задействовать смартфоны учеников. А они запрещены. Значит, не поддерживается. Вот что включает в себя этот пункт. Посмотрите. Первое. Наш ученик не просто не задействует приложения, какие-то, которые полезны для учебной работы. Для тайм-менеджмента, допустим. Он не только не задействует эти приложения. Он еще не обладевает новым способом действия. Он просто не знает, что можно работать по-другому. Далее. Такой важный пункт, как цифровое гражданство. Сопровождение ученика в сети. Сетевая культура. Поведение в сетевом пространстве. Безопасность. Безопасность как моя личная, персональная, так и безопасность того девайса, с которого я выхожу в интернет. Мы не занимаемся этим. Третье. Наши ученики, вот эти цифровые аборигены, они не умеют использовать смартфоны для когнитивной деятельности. Не умеют их использовать. А затем мы в классе восьмом, когда просим их что-нибудь нагуглить, потом это как-нибудь оформить и допредставить, учитель удивляемся, что там какая-то ахинея. Да, кажется, они не умеют, они элементарно даже гуглят, они даже запросто не умеют сформулировать. И вот, друзья, я думаю о том, а что мы будем делать, когда появятся носимые технологии. Они есть уже сейчас. У учеников, у студентов уже есть часы, смарт-часы. А что мы будем делать, когда появятся очки, линзы, одежда подключена будет к различным датчикам, к интернету, любой электронный девайс будет с выхода в интернет. Мы что запретим в этом случае тогда, хотела бы я знать. Может быть, уже сейчас все-таки начать думать и предпринимать какие-то рациональные ходы для того, чтобы решить эту проблему. Это был первый пункт. Второй. И вот, кстати, я подумала, что для того, чтобы справиться с этим препятствием, я даже не буду называть это проблемой, вот школе нужно принимать смарт-решения. Смарт-решения должны быть, а не те решения, которые нам приходят в голову сразу же, в первую очередь. Это должны быть смарт-решения. О, откуда здесь у меня полетело что-то. Которые мы должны принимать. Но мы, по всей видимости, на это-то не очень способны, на смарт-решения. Второй пункт, друзья. Второй пункт. Школа сообщает о том, когда говорит, что нельзя использовать девайсы, что у нас нет педагогов, которые могут работать в соответствии с новыми образовательными стандартами. Нет у нас таких педагогов. У нас нет учителей, которые умеют организовывать работу по инновационным учебным сценариям или инновационным образом. Таким образом, куда эти смартфоны впишутся органично и мешать никому не будут. Нет у нас таких педагогов. Может быть, есть один или два, в лучшем случае, учителя, которые работают и другим способом выстраивают, другим способом организуют учебную работу. И у них смартфоны не являются тем предметом, который мешает. Всем остальным он мешает. А почему? Потому что работа выстроена традиционным образом. Сядь и слушай. Смартфон мешает что? Смартфон мешает слушать. Потому что ты не слышишь, ты не слушаешь, ты не слышишь. Соответственно, пропускаешь какую-то информацию, значит, ты и не учишься. Потому что в это время ты сидишь в своем смартфоне, занимаешься чем-то. И вот как уйти от этого сценария, когда из урока урок нужно слушать, 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 ну вот это прям какой-то больной вопрос вообще в нашей школе. Потому что считается, что только через слушание вообще можно достигнуть какого-то результата. Прямо вот это 80% наверное учебной нашей работы, учебной деятельности занимает вот это слушание. Я, кстати, к слову скажу, например, про себя, что для меня, например, приходить на учебный урок, и это было даже в этом, в университете на лекции, и слушать преподавателя, это просто выкинутое время. Просто выкинутое время. Потому что все, чего я добивалась, я это делала всегда за счет собственности самостоятельной работы. Не умею я воспринимать вот ту информацию, особенно если она новая эта информация, непонятная для меня информация, совершенно я не разбираюсь в этой теме напрочь. И тебе что-то объясняют, я не умею параллельно мыслить с преподавателем, вот тут же схватывать на ходу и тут же задавать, например, вопрос, если я что-то поняла. Нет у меня такой способности. Я все это достигаю сама, вот я сама изучаю, сама решаю, сама делаю, сама сталкиваюсь с заданием, с вопросом, с проблемой, не могу решить, прихожу и задаю вопрос. Но вот эти полтора часа или сорок пять минут, когда я просто слушаю объяснение, мне в принципе лучше поставить на что-то другое. Для меня это совершенно бесполезная деятельность, выкинутое время. И я подозреваю, что таких, как я, у нас в школах достаточно, я подозреваю. Мне нужен совершенно другой способ организации учебной работы, совсем другой. Итак, ну это к слову, это к слову. Далее, что еще, что еще мы заявляем, говоря о том, что у нас смартфоны запрещены. Мы, честно говоря, признаемся в том, друзья, что у наших учителей очень низкая КТ-компетентность. Не владеют наши педагоги цифровыми технологиями, не владеют. И вместо того, чтобы сорок или шестьдесят человек педагогического коллектива вывести из зоны комфорта, вывести из зоны комфорта, чтобы они поняли, что надо развиваться, надо идти дальше, мир не стоит на месте. У нас уже другие ученики сидят перед нами, а не те, которые были лет 20 назад. Вместо этого мы предпочитаем сделать так, чтобы 800 человек учеников или тысячи нашей школы не учились современным способом. Лучше мы сделаем так. Вот. Оставим лучше таким образом. Запретим эти смартфончики. Вот о чем это говорит, честно говоря. И мы даже гордимся, когда мы это заявляем. И нам даже аплодируют за это. Третий пункт. Третий пункт, друзья. Не идет и речи даже о таком понятии, как персонализация обучения. Не идет даже речи об этом. Есть ли какая-то школа, которая запрещает смартфон и говорит о том, что у нас персональный подход, или мы движемся в сторону персонализации обучения, значит, либо они не понимают, что значит персонализация обучения, либо они противоречат сами себе. Почему? Объясняю. Потому что, друзья, кому смешает смартфон? Еще раз говорю, кто настаивает на том, чтобы его, ну, помимо родителей, да, учитель. Учитель он мешает. Это значит, это говорит о том, что в центре нашего обучения стоит учитель. А когда мы говорим о персонализированном обучении, в центре стоит ученик. Исходим-то мы из того, что школа вообще-то для ученика, а не наоборот. Ученик для школы. Нет. Второе. Второе. Вот этот девайс, друзья, вот этот девайс, вы знали, что это персональный девайс, даже уже само слово намекает, при помощи которого можно выстраивать свою персональную учебную среду. Вот, например, вот это, вот это, это моя персональная учебная среда. Там люди, за которыми я слежу для своего, читаю для своего профессионального развития. Там книги, которые я читаю. Там часть приложений, которые необходимы мне, посредством которых я организую, храню информацию, думаю, в конце концов, рисую, черчу, снимаю и так далее. Это мой персональный инструмент для обучения. Причем один из. У меня еще есть разные инструменты. Это один из. Мы говорим о том, что их использовать в работе нельзя. То есть у ученика нет шансов выстроить свою персональную учебную среду обучения. Нет у него таких шансов. И мы об этом открыто заявляем. Далее. Мы не поддерживаем развитие ответственности у наших учащихся. Этот пункт, наверное, вот вытекает вот из предыдущего, который я сказала. Дело в том, что личный девайс – личный контроль. Он предполагает мой личный контроль над этим девайсом. А мы же пытаемся этот контроль перехватить. Мы пытаемся контролировать ситуацию. А личный контроль – это личная ответственность. Соответственно, ни мой контроль, ни моя ответственность. И мы так много говорим про то, что ученик должен взять ответственность за свое обучение, и ничего для этого не делаем. Потому что вот оно скрывается в таких вот мелочах. Вот мы не знаем, что у него здесь установлено. Мы не знаем, он сейчас тест делает или сообщение маме отправляет. И, честно говоря, не должны знать, по большому счету. Потому что это его девайс, его контроль, его ответственность. Вот оно таким образом постепенно и развивается. И этому нужно содействовать, а не препятствовать. И следующий момент. Не учитывается персональный стиль учебной работы. Это необходимые условия для персонализации обучения. Не учитывается. Вот, как я сказала, мне не подходит вот эта вот фронтальная работа. Да, лично мне. Вот у меня другой учебный стиль. Я по-другому учусь абсолютно. Кому-то нужно работать в наушниках. Кто-то может работать только под музыку, причем определенного стиля, определенного певца. Вот в наушниках и все. Человеку нужно работать. Кому-то требуется, наоборот, идеальная тишина. Не может человек думать. Кому-то нужно в паре. Потому что нужно все время что-то говорить, 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 проговаривать. Иначе человек не доходит до тех каких-то концепций, до тех каких-то понятий. Но не доходит до него. Ему нужно и можно работать так. Кто-то любит двигаться. Кто-то любит двигаться. Понимаете? Во время изучения какой-то. Вот он смотрит видео, он двигается. Он читает материалы, он двигается. Он ходит туда-сюда. Или ногой он дергает. Ему так удобно. Мы не учитываем это. Мы не учитываем. Вот если сейчас, друзья, если сейчас вы, или когда вы будете рассказывать об этом видео, или показывать это видео кому-то своим коллегам, и поднимется вопрос, что, ну как же так, ну в классе 28-30 учеников, у каждого свои личные особенности, я один, большая нагрузка, как же мы вообще можем, можем сделать так, чтобы каждый учился в своем учебном темпе, учитывая свой собственный учебный стиль. И я вам скажу, что вы задаете совершенно правильный вопрос. И вот именно этим вопросом, решением этого вопроса и должна заниматься школа. Вот именно для того, чтобы решить этот вопрос, и должны предлагаться смарт-решения, а не давайте тогда сделаем так, чтобы вот все стандартненько, все сядут одинаковенько, все будут учиться одинаковенько по одним и тем же учебничкам, с одной и той же тетрадочкой рабочей, и ручечки еще желательно у всех одинакового цвета. И мне тогда будет удобненько, и родителям удобненько, и администрации удобненько, и всем будет удобненько. Вот, вот так. Не подойдет такое решение, не подойдет. Здесь нужны смарт-решения для этого. Если, особенно мы говорим о том, что двигаемся, а мы двигаемся в сторону персонализации обучения. И вот еще, друзья, один момент, который я здесь хотела сказать, я не отнесла его к отдельным пунктам. Я читала летом книгу «Новый цифровой мир» Эрика Шмидта, и там, друзья, было написано следующее. Там, друзья, было написано следующее. Я прямо даже зачитаю, у меня здесь приведена цитата, откуда. Там было написано, что в ближайшем будущем для того, чтобы защитить тайну частной жизни, могут быть предприняты определенные законы. А именно, кража мобильного телефона будет приравнена к похищению персональных данных. А онлайн-вторжение станет наказываться так же, как взлом и незаконное проникновение в помещение. Вот в связи с этим, друзья, у нас нет такого закона сейчас. Я не знаю, в какой он мере, в каком формате он будет принят, но это просто вообще хорошая предпосылка для того, чтобы задуматься о том, а стоит ли вообще забирать у учеников вот эти персональные девайсы для того, чтобы складывать куда-то в один ящик, в одни какие-то кармашки, я не знаю. И тем самым, тем самым, честно говоря, вот почему я сказала в начале видео, что, возможно, мы просто не знаем, что это из себя вообще-то представляет. Тем самым, друзья, мы немножечко посягаемся на чужое движимое имущество, мы немножко даже нарушаем вообще личные границы другого человека, нашего ученика. И я бы не вводила бы ни в коем случае вот себе такую привычку, как учителю, что ученикам можно вообще что-то вот такое забрать. Если мешает, это проблема, которую нужно превратить в задачу, ее нужно каким-то образом решить, но забирать это не решение, ни в коем случае не решение. Вот об этом тоже стоит нам немножечко задуматься, друзья, потому что, потому что вот это что? Это мои персональные данные. Вот этот телефон хранит мои персональные данные. Это данные о здоровье, например, сне, активности человека и так далее. У некоторых телефоны подключены к электронным кошелькам, сюда подключены кредитная карточка. И мы вот так вот берем и складываем это в ящик. Вот над этим надо, над этим тоже надо, друзья, задуматься. И на мой взгляд, на мой взгляд, вот тем, что мы, вот исходя из тех пунктов, что я перечислила, и тем, что мы говорим, что смартфоны в школе запрещено использовать, мы в принципе говорим открыто о том, что мы ужасно отстаем от времени, друзья. Вот смотрите на нас, вот наша школа конкретно какая-то, мы отстаем от времени. Ну так сильно отстаем, но не успеваем мы бежать за этим временем. И вы теперь об этом знаете, потому что мы все об этом сообщили. Вот в общем о чем говорит эта школа. Я считаю, что, друзья, вместо борьбы надо думать о содействии. Именно об этом. Вот такой важный, возможно, для кого-то и больной вопрос, друзья, я сегодня подняла. Об этом нужно думать. Этот вопрос надо решать. И, как я уже сказала несколько раз, запрет ни в коем случае не решение. Все. Всего вам хорошего. И до новых встреч. И, кстати, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал, рекомендую подписаться. Пока.